Одним школа, другим детские сады. Строители вышли на финишную прямую по возведению образовательных учреждений. Напомню, в этом году в набережных Челнах сдадут в эксплуатацию одну школу и шесть детских садов. Корреспондент программы Челны-24 Эльмира Гайнудинова побывала на некоторых строящихся объектах. Строительство новой школы завершено на 80%. Поэтому рабочие надеются, что к первому сентября образовательные учреждения откроют свои двери. Сейчас строители занят отделочными работами. В интерьере используют фирменные цвета челнинского автогиганта. Новая школа посвящена 50-летию КАМАЗа. На втором этаже будут учиться старшеклассники. Для них предусмотрены кабинеты с витражными дверями. Но упор в образовательном учреждении сделают не только на красивый интерьер. Школа будет в направленности технической. Мы планируем и точные науки здесь развивать. Математику, физику, химию. Также введением у нас будет дополнительное занятие – это черчение. К слову, четверть преподавательского состава – молодые специалисты. С введением в эксплуатацию новой школы частично будет решен один из острых вопросов по обеспеченности юных челнинцев учебными заведениями. Но их все еще не хватает. Так школа в Азамеликесии уже переполнена. Около двух тысяч детей там будет, а школа на 1224 места. Поэтому там еще одна школа нужна. У нас перспективный район застройки, 63-й комплекс через дорогу, 40 лет победы. Поэтому там планируется в ближайшие годы строительство тоже одной школы. Кроме школы в Челнах откроют свои двери шесть детских садов. Самый большой – на 340 мест – Сабантуй. Сейчас здесь проводится монтаж внутренних инженерных сетей. Сегодня отделочные работы на стадии 92%. Заводится мебель, оборудование, таха, даже матрасы все уже не ждем. Детский сад Сабантуй уже полностью укомплектован. 18 – групповой детский сад. Из них будет 9 ясель на первом этаже. И планируется одна группа для детей с задержкой психического развития. Планируется, что к 1 августа строители завершат все работы. Все детские сады должны открыть свои двери осенью этого года. Эльмира Гайнуденова, Эльнар Мустафин, Челнах24.